Девяностое возвращается Вокзал раздался звон стекол. Кто-то громил витрины бутиков. К счастью, вовремя подоспевшая охрана спугнула погромщика или погромщиков. Пострадать успели только пять торговых точек. 6 августа 2017 года в полицию обратились ряд жителей Засвияжского района с сообщением о повреждении торговых точек, расположенных на улице Полбина, в Засвияжском районе города Ульяновска. Данные сообщения были установленным образом зарегистрированы в полиции. На данный момент проводятся все необходимые оперативно-рыскные мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Также проводится проверка, в ходе которой рассматриваются возможные причины произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение, установленное законом срок. После нападения торговцы попытались позвонить на оставленный пятничным визитерам телефон, но тот был отключен. Однако, когда в понедельник, по нашей просьбе, один из пострадавших снова набрал номер, там раздались длинные гудки. Алло, здравствуйте, Александр? Алло, да, это Александр? Это Александр? Нет, это Георгий. Георгий, да, Георгий, здравствуйте. Говорят, вы приходили недавно в киоски. Без трубку говори. Я говорю. Говорят, вы не да. Без трубку, а не по громкой, да-да-да. Вы недавно приходили в киоски к автовокзалу. Ага. Да, и говорят, предлагали предпринимателям крышу, да? Кого предлагали? Крышу. Нет, что-то меня, наверное, с кем-то путает. И кто вообще, куда звонишь-то? Имело ли вообще отношение владелец этого номера к погрому на автовокзале, предстоит выяснить полиции. Так же, как и установить. Был ли это хулиган-одиночка, решивший поиграть в 90-е? Или все-таки в Ульяновске кто-то решил всерьез вернуться к занятию рэкетом? Сами предприниматели на камеру общаться не стали, в интересах безопасности. А в личном разговоре поведали, что некоторые из них торгуют уже почти по 15 лет. Но с таким столкнулись впервые. Ущерб, который был нанесен во время погрома, они пока только подсчитывают. У кого-то разбиты витрины, а кому-то придется менять специально заказанный для торговой точки дорогостоящий баннер. Но независимо от ущерба, все они надеются, что такое больше не повторится. Михаил Немихайло, Георгий Коновалов. Новости дня. Ульяновская правда.